Паруй, Аршавирович, насколько я знаю, вас тоже вызывали в КГБ по этому делу, да? Меня не вызывали, я был в колонии, просто перевели из колонии в Москву. Это было в 1978 году. Я хочу делать некоторые уточнения. Затекян был арестован первый раз в 1968 году, получил 4 года за антисоветскую деятельность, официально так инкриминировалось, но в самом деле за деятельность в пользу реализации статьи Конституции о праве каждой республики стать самостоятельной при желании. Партия, национально объединенная партия была основана в 1966 году художником Хайказом Хачатуряном, Затекян был его соратником. А что это было за партия НОП, да? Национальная объединенная партия? Это была подпольная организация, организация сторонников независимости Армении. Поскольку при коммунистов инакомислия запрещалась, даже если ты сторонник определенной статьи Конституции, приходилось заниматься подпольным. То есть реализация этих идей ты мог добыться только действуя подпольно, иначе сразу тебя арестовали бы. А вот НОП была террористической организацией подобно ИРА, Ирландской республиканской армии? Знаете, НОП никогда не был террористическим, но, видимо, руководствуясь международным принципом, до 1973 года основатели НОП, когда писали программу и устав, в 1967 году в программе было сказано, образно говоря, что независимости имеем право добиваться любой ценой, но никогда не подразумевалось терроризм. Я был одним из первых членов, я стал членом партии в 1967 году, и никогда не было высказывания о терроре. Мы говорили только о том, что мы должны увеличить количество наших сторонников и стать реальной силой, и заставить считаться со статьей Конституции о праве нации на самоопределение. В 1968 году Затекьян, основатель партии Хайкас Хачатриан, Затекьян Степан и Шаген Харусинян были арестованы, и я поневоле, будучи руководителем молодежной части партии, там было около 100 человек, я поневоле, то есть по истечению событий, я стал руководителем партии. Я был арестован в 1969 году, тоже получил 4 года, мы первый срок получили по 4 года. А были тайные собрания, да вообще сколько человек входило в организацию? В организацию входило то, что никто не может сказать даже теперь, потому что это была подпольная организация, и старались, я руководил, например, около 100 человек были под моим руководством, я знал количество только той части, которая студенты. В таком случае, значит, другие члены НОП, в том числе и вы не могли, вот, знать о планах Затекьяна и других его подельников, да? Нет, планы Затекьяна, в частности, программа и устав, это было всеобщее для всех. Мы не знали персональных людей, мы знали, что есть другие ответвления. Ага, вот так. До 1973 года у нас была такая, понимаете, еще не организованная, то есть в идеологическом смысле организация, но начиная с 1973 года, после возвращения с колонии, который, колония для нас была институтом переподготовки, мы там имели возможность общаться с представителями других национальностей, общаться с опытом других народов, и вернувшись назад, мы переделали программу, и устав конкретно указывали добиться независимости Армении. И все-таки какими средствами? Только путем референдума. Начиная с 1973 года, когда уже я был фактическим руководителем и главой Совета Национальной Объединенной Партии, мы уже четко определили достичь независимости путем референдума, добиться демократических реформ тоже путем референдума. То есть, опираясь на международный опыт, мы решили, что всякое политическое достижение должно быть достигнуто, политическая цель должна быть достигнута путем соблюдения прав человека. То есть, права человека и национальные интересы, права человека и общественные интересы не могут противостоять. Если соблюдаются права человека, то общеполитические цели становятся достижимыми. Да, было большевистское воспитание. Цель оправдывает средства. И террор был монополией большевиков. Коммунисты могли заниматься массовым террором, уничтожать 60 миллионов человек. Это было закономерно. И это воспитание, естественно, могло бы перейти на нас. Но мы в основном боролись на то, чтобы не оказаться под воздействием большевистского коммунистического воспитания. И руководствовались уже как христианский народ, в частности в Армении, руководствовались принципом, что злое древо не может дать добрый плод. Хотя даже уставы он предусматривает ради национального освобождения. Дозволены все средства борьбы. Но у нас было четко сказано, добиваемся демократизации Армении или всего Советского Союза только путем реализации прав человека. В данном случае референдумом. Из-за этого, как было указано недавно, действительно были массовые репрессии. Только 11 судебных процессов было в 1974 году. И мы получили уже второй срок. Я 7 лет 3 года ссылки. Кстати, должен сказать, что когда у меня срок кончился, там еще добавили. Якобы за взятку. Но дело не в этом. Касаясь Затекьяна. Да, Затекьян был нашим вдохновителем. Он был моим непосредственным руководителем в 1967 году, когда я принял клятву НОП. Он был моим руководителем. Он вдохновлял многих. Он был... У него было особое свойство внушать. И он был просто нашим идеалом борца. А клятву помните наизусть? Да, конечно. Можете ее произнести? На армянском? Пожалуйста. На русском, конечно. На армянском. Пожалуйста. Перевести на русском. Вначале я должен говорить по-армянски, потом перевести. Ну, смысл, да, очень важно. Смысл такой, что на земле кусок небес, земной рай, наша Родина. Многие твои сыновья стремились к... Там поэтически сказано, но я переведу на политический лексикон. В смысле? Значит, многие твои сыновья стремились к тому, чтобы мы жили в человеческих условиях, имели свободу, чтобы наша страна была равной среди равных государств мира. Но они стали жертвами. Не указывалось коммунистам, просто стали жертвами. Теперь настала наша черед. И если мы должны, и если мы хотим жить, соблюдая наше человеческое достоинство, мы должны быть готовы на всякое жертвоприношение. И смысл такой, что мать Родина, прими нашу клятву как залог того, что мы становимся твоими преданными борцами. Клятву мы в последующем отменили, потому что, тоже как христианский народ, сказано, не клянься никогда, потому что, вы знаете, из Библии. И поэтому мы решили, что твое «да» должно быть, «да», «нет», «нет». Когда ты что-то утверждаешь через клятву, значит, все то, что ты говоришь без клятвы, это может быть ложью. Исходя из этого, мы его уже рассматривали в последующем, просто как литературный памятник нашей борьбы. Спасибо. Да, пожалуйста. Что еще? Касаясь тому, Затекян, мы, видимо, об этом будем говорить. В 1973 году у нас были разногласия с Затекианом. Действительно, госпожа Мальваланда указала правильно. Затекян оставался антисоветчиком, подчеркнутым, но он меня призвал после первого срока уехать за границу, поскольку у меня были родственники. И с этого момента у нас начались разногласия, потому что мы же решили бороться до конца, до победы, до распада коммунистической империи, до создания независимых республик, нормальных демократических взаимоотношений между народами. А Затекиан, я могу сказать, что он устал, но он говорил, что вот мы сейчас должны распространять Декларацию прав человека, народ должен хорошо знать эту Декларацию. Сейчас трудно представить, но в тот период Декларация, всеобщая Декларация прав человека, это был запрещенный документ. Даже за его распространение преследовали, хотя Советский Союз заратифицировал, подписал этот документ. И когда Затекиан говорил о том, что нет смысла продолжать борьбу и надо въехать, у нас возникли холодные отношения, потому что я придерживался к иной точки зрения. Еще такое было тактическое разногласие между нами. Он считал, что надо готовить людей, особенно на базе прав человека. А я считал, что людей надо готовить одновременно работая. На практике люди должны научиться. В конечном итоге мы отсторонились, оставались друзьями, даже родственниками. Он муж моей сестры. Это тоже служило поводом разногласия, потому что Затекиан, он в свое время внушал нас, что мы не должны иметь личную жизнь, поскольку мы посвятили себя борьбе, освобождении нашего народа, демократии. Затекиан, он в свое время внушал нас, что мы не должны иметь личную жизнь, поскольку мы посвятили себя борьбе, освобождении нашего народа, демократии. И тут вдруг он решил жениться. Это тоже способствовало определенному похолоданию наших отношений. Но я был молодым, я не понимал, что он уже понимает кое-что больше, чем я. Все-таки он уже не был в составе национально объединенной партии. И когда мы пошли на второй срок, о чем было сказано, что массовые репрессии, действительно, это были массовыми репрессиями в Армении, тогда он уже был на стороне. Я в дальнейшем скажу детали. Спасибо, спасибо. Дмитрий Владимирович, вот вам устраивали очную ставку с подозреваемыми? Было такое? Было, но я не узнал. Не узнали? Да. Никого. А что бы вы могли узнать, в принципе, вот так вот, если вы спросите? Ну, сумку, вот. Нет, ставку с людьми, с живыми? С живыми я не узнал. Потому что, ну, не узнал. Нет. Они спрашивали, говорят, метро видели или нет? Угу. Когда входили. Угу. Нет. Ну, я думаю, как и другие пострадавшие. Это народ. Никто не узнал. Яков Абдулович. Никто. Никто не узнал. Нет. То есть, получается, следствие строилось исключительно на данных криминалистической экспертизы. Так, как вы сказали? Экспертиз, да. А. На тех самых уликах, да? На тех самых уликах. Они были исследованы и созданы, во всяком случае, смоделированы. И было установлено, какие материалы использовались при изготовлении взрывных устройств. Я сам лично был и в армэлектромаши на заводе, где Затикян работал. И там собрали очень много, очень много вещей, деталей, которые могли быть использованы при изготовлении. Затем, при обыске, при обыске у Степаняна, у Степаняна было 17 предметов обнаружено, тех предметов, которые могли быть использованы при изготовлении взрывных устройств. А, кстати, как сами обвиняемые объясняли мотивы своих действий? Мотив – это чисто враждебное отношение к советской власти. Враждебное отношение вообще к русским, если уж говорить «да». И не случайно был массовый характер вот этого террористического акта. Убежденные эти были лица, которые стремились к тому, чтобы Армения стала так называемой свободной вне советского государства. Они говорили о том, что они обращались в иностранные посольства, чтобы уехать, да, им отказали? Вы знаете, у меня таких данных не было, но, во всяком случае, во время обыска у Затикяна даже была обнаружена фотография одного из руководителей зарубежной антисоветской организации «Дашнак Цутюн». Связь была этой организации, Паруэр, может быть, скажет, во всяком случае, связь была с антисоветской организацией «Дашнак Цутюн» за рубежом. Для чего нам связь с зарубежными антисоветчиками? Мы сами были антисоветчиками, но, к сожалению, «Дашнак Цутюн» нас не поддерживал. Мы с ними связи не искали, но надеялись, что, по крайней мере, после ареста «Дашнак Цутюн» с семьям окажет поддержку. К сожалению, этого не было. А вы знали об обращении Затикяна в иностранные посольства? Да, безусловно. Моя сестра же, его жена, она рассказала, у них было двое детей, не один ребенок, а двое маленьких детей. Она рассказала, что они обратились. Я хочу о следствии сказать. Я был в гуще следствия и должен подчеркнуть некоторые подозрительные детали с самого начала. Во-первых, как я был переведен. Мы в тот период в колонии шили рукавицы. Такая была работа. Мы обязаны были работать, если не выполняешь 100%, у тебя картер, наказывание. КГБ старался, чтобы интеллектуалы не имели времени даже для самообразования. Ты должен был, как раб, постоянно работать. И в один прекрасный день меня водворили в помещение камерного типа на 6 месяцев. Это тюрьма в тюрьме. Только за то, что игла поломалась. Я не понял. Ну, понимаете, все-таки, да, были случаи, мелкие или крупные провокации, но такое никогда не было. Игла, потому что, естественно, должна ломаться. На это даются запасные иглы. Но спустя несколько дней ко мне приехал подполковник Трисоумов, замначальника управления Дубровлага, и с таким глубоким сожалением говорил о том, что арестован Затекян Степан. Я действительно был удивлен. За что арестован Затекян? Я знал, что он не собирается заниматься деятельностью. Но обнаружил, с другой стороны, что он ожидает какую-то, видимо, такую особую реакцию, поскольку я был руководителем партии, в которую уже входили, в том числе и русские. Это, простите, пожалуйста, это крупная ложь, что мы, стремясь к независимости, ненавидели русских. У меня российских союзников было больше поддерживающих, чем даже в самой Арвении, определенный период. И членами партии стали Эдик Кузнецов, знаменитый Эдик Кузнецов, Солдатов, Сартаков, Бутченко, многие русские. Почему НОП был неприятен? Потому что, во-первых, он выдерживал натиск коммунистической империи, в том числе КГБ. Обычно, если арестовывают организацию, она исчезает. Все организации, как правило, были одноразовыми, политические подпольные организации. А НОП не выдерживал. Его членами стали украинец Василь Стус, погибший в тюрьме, убитый КГБ в тюрьме, так можно сказать. Черновиды другие. То есть ненависть к русским не было. Мы знали, что мы боремся вместе. Русские за свою независимость, Армения за свою независимость и всеми в целом. За человеческие права. И когда меня перевезли в Москву, там очень много психологических деталей, но я хочу конкретно рассказывать. В первые же дни меня говорили, что хотят просто со мной беседовать и меня освободить. Ну, кто не желает свободу? До этого были предложения, но все время требовали помиловку. Я отказывался писать и продолжал сидеть. А тут говорят, не, мы просто хотим вас освободить. Только, знаете, пару слов о затыкянии. У вас были когда-либо разговоры о терроре? Я говорю, давайте остановимся. Если это допрос, составьте протокол. Когда они составили протокол, я говорю, по какому делу вы меня допрашиваете? Скажите характер дела. Вы не имеете права по всяким делам меня допрашивать. И вот был такой момент. Я настаивал, чтобы они показали статью. По какой статье, по крайней мере, допрашивают. Иначе я не отвечал на вопросы. Когда показали статью, кажется, бандитизм или терроризм, сейчас не помню. Я спросил у следователя Семенюка, что грозит затыкану по этой статье. Он ответил, расстрел. Я говорю, знаете, в советских кодексах нет статьи, в которой было определенно указано расстрел. Обычно начинается с 8 или с 10 лет до 15, а потом расстрел. Он ответил, все равно расстрел. И говорил, что они обвиняются, когда я требовал, в каких мероприятиях они обвиняются. Говорил, поджег гостиницы «Россия», ограбление Ереванского банка и взрыв метро. То есть было на них 3 обвинения. По этим 3 обвинениям я был допрошен. То есть пытались допрашивать. И когда я был расстроен, узнавал о том, что моему зятю и моему бывшему руководителю грозит расстрел. Ну, это человеческое расстройство. Этот следователь встал на ноги и говорит, а, неужто и вы замешаны? Вы же руководитель ног, и неужто и вы причастны к этому террору? Я, наверное, впервые за всю историю, простите, матерился. Ему и сказал, разговор у нас закончен. Он удивился, а как же вдруг Айрикян говорит такие грубости. После этого я устроил скандал на прогулочном дворике. Я хотел прекратить все разговоры, чтобы меня вернули обратно. И был во дворю в КГБ, в карцер КГБ. Такого карцера я не видел. В общей сложности я сидел 304 сутки в карцерах. Но это было жутко, ужасно. Только в центре можешь прямо стоять. Но я с радостью или с теплотой помню того полковника, когда я второй день ночью ломал двери карцера. Мне хотелось бы, меня избили, чтобы я согрелся. Я уже чувствовал не только кости, но и сок в костях. Зашел капитан КГБ в камеру, сказал, единственное, что я могу делать, это сидеть рядом с вами некоторое время. И потом долгие годы я с теплотой вспоминал этого полковника. И после этого меня увезли обратно, потому что было понятно, что со мной говорить бесполезно. А для меня было очевидно, что фабрикуется какое-то мерзкое обвинение. Продолжение следует...